Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня мы возвращаемся снова к нашей доброй традиции кухни инфодайвинга. Сегодня мы будем говорить обо всем, что произошло за время. Прерыв был достаточно большой, почти три недели. И за это время случилось многое. Ну, во-первых, обратная связь, к которой вы уже привыкли, и мы говорим о результатах. Вы знаете, лучше ее читать в инстаграм и лучше читать на сайте pup.by. На сайте pup.by вы будете смотреть видео, которое прислали нам мамы с детками, которые там какают, которые там выздоравливают, которые общаются. Вы уже живьем видите. Вы даже можете наблюдать, как там же не одно видео, а есть видео с промежутками во времени. Вы можете листать архив и посмотреть, как тут же Кирюха с Игорехой развивались, как мама говорила в начале, как мама говорила потом и так далее. Это целая история уже. На самом деле, как сериал даже. Да, это уже сериал. Увлекательный. И ты знаешь, что меня... Вот сейчас мысль словила, пролетела. Люди снимают фильмы по каким-то придуманным вещам. Вот недавно «Матрицу» смотрела новый фильм и посмотрела вообще бредятина. Люди пытаются высосать из пальца, а здесь жизненно. А здесь живое. Вот оно, бери и создавай. Настоящие дети, настоящие семьи, настоящие истории, настоящая любовь, настоящий хиппи-энд. Настоящая жизнь. Настоящая жизнь. Да, не надо ничего придумывать. И вот это все вы можете наблюдать в онлайн-режиме у нас на сайте. Мы зашли, посмотрели, посмотрели, что присылают мамы, почитали. И это здорово. Кроме того, у нас есть Инстаграм. И в Инстаграме, в нашем, уже размещаются те посты, которые без видео, которые коротенькие. Ну как коротенькие такие, ну вот на страничку текста, да. И вот эти посты уже идут в Инстаграм. Потому что все большое и все, что с видео, уходит уже на сайт Попбай. Не все, конечно, но с большего. Кстати, вот опять-таки мысли с поймалом. Не так давно говорили с мужем, и он говорит, Слушай, в группе там мамы мало пишут. Последнее время все больше по работе идут такие моменты. А по обратной связи мало. Я говорю, так они мне в личку все пишут. Он говорит, да. И я ему взяла, переслала вот то, что мне прислали за вчерашний, позавчерашний день. А у мужа был шок. Потому что там такие искренние живые письма. Там реальные изменения. Реально вот человек пишет после впечатлений, после консультации. Делится вот про алкоголизм вот этими историями. Вот тоже читала, да. Это ж реально такое душещипательное. И эти вот посты ты не можешь выложить ни в открытый доступ, ни в интернет, никуда. Потому что это личное. Но при этом ты понимаешь, какой огромный трансформационный момент происходит в человеке, когда он смотрит ту же консультацию, когда он делает те же практики, когда он возвращается к себе искреннему, настоящему. Когда меняется взгляд на жизнь. Когда, когда, когда. То есть это не то, что отдается публично. И вот возможно этот же человек бы и дал какое-то интервью такое искреннее и родное, если бы там фильм про него снимали. Но нам некогда сейчас снимать фильмы, потому что мы большое внимание уделяем книгам. И я сейчас против фильмов. Я считаю, что года два надо переждать. Но если есть третьи лица, которые хотят и в этом заинтересованы, можете напрямую разговаривать там с мамами, если они готовы. Ради бога. Вот. Просто не в наших планах это пока. Чуть-чуть позже. А результаты по детям, они идут, и они идут регулярно. И обратная связь идет. И вы можете это читать. И так, у нас остается Инстаграм, да, где вы читаете средние посты. У нас есть Пупбай, где вы читаете большие посты, смотрите видео. И смотрите всю архивную информацию, где вы можете сопоставить, как действительно все меняется. Кстати, опять-таки, на Пупбай ведь есть еще информация о взрослых. Потому что вот я на этой неделе выкладывала уже заключение УЗИ, когда у девушки абсолютно все чисто по матке, да. А там были полипы, там был эндометрий, там были кисты. Там была такая пачка диагнозов, а она куда-то сбежала. Вот тоже человек абсолютно здоров. Можно рожать детей, можно быть счастливой. Бери и будь, ничто не мешает. И это прошел сам человек. Да, мы человеку всего лишь подсказали, в каком направлении двигаться, для того, чтобы стать здоровой. Все. И это подтверждено медицински. И, кстати, есть и промежуточные УЗИ, где еще какие-то были, были, были. Вот это последние УЗИ. Потом все, здорово. Здорово, штампы, все. Кстати, по эксперименту с миомами у нас два человека только идут в доработку. У всех остальных вот такие вот диагнозы. Здорово, 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 здорово. Но оказалось, что мы передумали подводить итог сейчас этому эксперименту, потому что мы не будем патентовать вот эту медицинскую часть пока. Пока. Пока четыре патента не пройдут, мы не будем больше тратить денег. Потому что это все вложения, пускай это небольшие вложения, плюс это потери времени, плюс это... Вот именно время, потеря времени. Очень много теряешь времени на этом. И это служит всего лишь социализацией. А больше они нафиг не нужны, эти потенты. От них смысла нет. То есть это... В принципе, они ничего не дают. Они ничего не дают. Кроме социализации. Да. Поэтому, если уже говорить о социализации, то, блин, есть другие варианты социализации. Мы так смотрим вот с разных сторон, когда уже прошел часть пути, понимаешь, нечего больше деньги тратить, пускай это дойдет до конца, этого достаточно. Поэтому медицинскую часть пока подождем. Но в любом случае, эти наработки, они есть, и они никуда не денутся. Да, они наши. И они тоже замечу весьма результативные. Итак, кроме того, что у нас было на этой неделе? А, на этой неделе я стала на весы. Опа, такой подход, да, неожиданно? Да, неожиданно. Просто я уже встречала, что были тетки, которые писали в комментариях, да, они там такие, без нейкапа, без этого вот, как на меня, что я усатая, да, у меня очень даже красивые усики. Да, у меня еще и ножки бывают волосатые. Но, понимаете, упрек был еще то, что там полный там и так далее. Но я как-то на это дело не сильно обращала внимание. И так случилось, что, когда мы работали по курсам глубина, вот закончился курс глубина, и последняя глубина, которую мы провели, и вдруг я встала утром, пришла на кухню, посмотрела на кофе. И во мне произошли изменения. Во мне произошли изменения. В то утро я по-другому посмотрела на еду, я на другое, по-другому посмотрела на все. Я на сегодняшний день не ограничиваю себя ни в чем, вообще ни в чем. Я питаюсь, как и питалась. Единственное, что я больше обращаю на внимание на то, что мне хочется, что мне не хочется. Я не допускала тараканов, я по-прежнему принимаю свое тело. И вот с конца октября до середины декабря мой вес уменьшился на 7,5 кг сам. 7,5 кг. Что мне даже было удивительно, особенно увидеть после возвращения с Зензибара, где мы жрали, как лошади, по три раза в день. Поэтому вот есть моменты, которые я отследила, и те осознания, которые во мне случились в то утро, я с ними готова поделиться сегодня на стрим. Если вам это интересно, подключайтесь сегодня в 18 часов, я расскажу о том, что же тогда случилось после курса «Глубина», какие осознания пришли, и почему вес начал стремительно падать. И мне не надо насиловать себя, голодать, изморять этими физическими нагрузками, бегать к зеркалу, делать массажи и так далее. Почему ходит очень плавно, не остается ни растяжек, ничего. А тело остается просто, оно становится другим, само подтягивается. Это все вот здесь. Могу говорить абсолютно четко, могу говорить на собственном примере. Интересно, подключайтесь сегодня в 18 часов на стрим на наш, который называется «Три года инфодайвингу». Опять-таки, пока мы были на Зензибаре, мы пропустили наш юбилей. И инфодайвингу было три года. 8 декабря, напомню, мы празднуем трехлетие инфодайвинга, и мы выложили в Инстаграм подарки от мам. Спасибо вам большое, поздравление, которое нам прислали к нашему возвращению на дом. Мы это получали все здесь, и мы были, конечно, несказанно рады, в шоке, приятно удивлены. Но мы не провели стрим, не рассказав, так, что же глобально за эти три года произошло в инфодайвинге, и не вспомнив ключевые точки, которые были важны для того, чтобы вот эти три года прошли, и каких результатов, успехов мы достигли и так далее. Обо всем этом мы будем говорить сегодня вечером в 18 часов. Мы вспомним людей, которые сыграли значительную роль в становлении инфодайвинга. Мы вспомним какие-то курьезные моменты, веселые моменты, добрые моменты и так далее. Если у вас есть что вспомнить, и вы были с нами, точно так же подключайтесь, будем вместе вспоминать и будем вместе радоваться тому, что инфодайвинга уже три года. Три года, на самом деле, это очень важный период. В каком плане важный? Любой бизнесмен скажет, что всегда есть шкала подъема, потом завал, и потом подъем. Но у нас так получилось без завала. Мы вот вышли на определенное плато, и дальше должен идти следующий подъем. Мы это понимаем, но мы понимаем, что вот есть точка, в которой формируется личность. Личность инфодайвинга как структуры, как... В данном случае, как и Грегора, мне бы не хотелось говорить, потому что все-таки мы не про объективное сейчас. Мы сейчас про субъективное, а здесь все-таки формируется индивидуальность. Индивидуальность каждого участника, кто соприкоснулся с инфодайвингом. Вот к трем годам формируется личность, и к трем годам формируются основные моменты, взгляды на работу, на методологию, на консультации, на обучение и так далее. То есть как это все должно быть правильно, да, с нашей точки зрения правильно, уже исходя из опыта трехлетнего. Да, поэтому у нас уже с января месяца изменится подход к консультации. Мы сегодня немножко об этом поговорим тоже на стриме. У нас изменится подход к обучению. Мы сегодня тоже об этом поговорим на стриме, потому что мы находимся перед выбором. Либо мы будем оглядываться назад и служить, и обслуживать тех, кто где-то отстал, застрял, кому лень, кому не хочется, но в то же самое время уже один глаз открылся, и жизнь требует пробуждения. А вот как-то со служением у нас не очень. Вообще все, что касается инфодайнга, то это не про служение люди. Это про вспоминание себя, да. Это про возвращение к себе, к себе настоящему, искреннему, открытому. Это про вспоминание, воспоминание любви, открытие любви в себе. То есть это не уход во внешнее, не служение, не прислуживание, не обслуживание, не поиск Бога где-то наружного. Это возрождение. Это возрождение, да. Это возрождение себя, это пробуждение себя, это приход к себе настоящему, искреннему, и открытие в себе, в своем сердце любви. И открытие в себе, в своем сердце Бога, Творца, Создателя. Кстати, на эту тему очень язык чешется прокомментировать комментарии, которые я тебе сбрасывала в Инстаграме на религиозные темы. Такого количества бесовщины я не видела нигде и никогда, сколько в религиозных роликах. И далее. Что у нас было еще за вот этот период интересное? Мы очень много сделали наработок по коллективу. То есть мы могли наблюдать коллективное, причем разных стран, разных народов, разных рас. Возле нас были немцы, возле нас были англичане, возле нас были... Очень много было наблюдений именно, да, возможностей. Местные представители, причем даже представители диких племен Масаи с нами были. У нас с ними сложились очень дружеские отношения. Они до сих пор пишут и переписываются с Ирининой дочкой. Она отлично знает английский язык, и она им сегодня снег отправляла на фотографиях. Они были в шоке. Вот этот обмен, он остался. То есть дружеские отношения, они же сохраняются. Когда ты искренне и с любовью общаешься с человеком, он это чувствует. И у нас была возможность наблюдать за разными, абсолютно разными коллективными проявлениями, без осуждения, без каких-то включений эмоциональных, без ничего. О чем говорю? Ну вот смотрите, ну вот есть, например, у тех же самых Масаев традиция. Да, ну вот женится Масай, платит там своих этих 15 коров за свою жену и живет с ней. Но в то же самое время у него может быть 4 жены. И в таком случае права женщины были бы нарушены. Но права женщины компенсируются другим образом. Масай должен обеспечивать всю семью. Семьи очень большие, детей гибнет много. Соответственно, для того, чтобы женщина не была одна, особенно когда муж заведет вторую, третью, четвертую жену, женщина имеет право спать с мужчинами этого племени, родственниками, например, мужа, друзьями его, его же возраста. И для того, чтобы это случилось, надо, чтобы этот Масай выбрал ее, поставил копье у ее дома. Она согласилась. Да, она согласилась. За ней последнее решение. Она решает, что она сейчас с ним. И если в это время возвращается муж, видит копье у своего друга возле дома, он знает, что ему заходить нельзя. Дети, рожденные от друга, тоже шалят. Дети, рожденные от друга, тоже считаются детьми мужа. И он тоже их обеспечивает и растит. Как своих. То есть, ну, сам не справился, значит, вдруг помог. Вдруг помог. Помочь другу. Звонок другу. И таким образом никто не разводится, семьи сохраняются крепкими и так далее. Вот смотрите, мы рассказываем, это все весело слушать, да. Но при этом, когда мы рассматриваем вот какие-то именно коллективные моменты, да. Почему в коллективном это сложилось, зачем в коллективном это сложилось, почему это не может не быть нормой, да. Почему у них такие нормы, у нас такие нормы, да. Без осуждения, без критики, без ничего. Просто логическое обоснование. И если здесь разум, если здесь здравый смысл, да, то оказывается, что здравый смысл есть во многих вещах, которые мы здесь вообще отрицаем. Мы здесь их вообще не принимаем. Это не значит, что сейчас у белорусы пойдут стоять копьем дома соседки, да. Но это значит о том, что есть моменты, когда не стоит махать шашкой и кричать «развожусь!» Да, и бежать, подавать на развод в десятый раз и выходить замуж еще за большего козла. То есть есть такие моменты с точки зрения разума, на которые имеет смысл смотреть. И либо ты их используешь, либо частично, либо не используешь, либо, либо, либо. Но самое главное, это очень сильно расширяет твое восприятие. И эта работа, знаете как, это включает в тебе позволение другому человеку жить так, как он считает нужным. То есть убирает любое осуждение, убирает любую критику, непринятие. Ну такой это человек, ему хочется иметь там семь жен, ну пускай же это его право, это его выбор. И ты не вклиниваешься в его жизнь, не пытаешься его переделать. Учить его, что так нельзя. То есть ты отключаешься от внешнего и концентрируешь внимание на себе. Важна суть сама, чтобы у человека был человек. Как ни парадоксально, чтобы в человеке был человек. Вот эта суть важна. И вот это возвращение к себе, опять-таки к себе через наблюдение других и через принятие их выбора, очень важно. Кстати, в данном случае те, кто вот сейчас будут смотреть и думать, ой, кто бы мне помог там с моим мужем разобраться, а кто бы наставил моего сына на путь истинный, а кто бы моей невестке там мозги причесал. Неместке надо причесывать мозги, ни сыну, ни мужу. А того, кто задает этот вопрос. Кто задает этот вопрос, да. Возвращение к себе. То есть вот работа с коллективным и наблюдение за коллективным позволяют очень четко вернуться к себе, потому что именно коллективное и включает нас в игру, в ту игру, где мы теряем себя как личность, теряем себя как индивидуальное. Но как бы это ни было парадоксально, по закону парадокса, именно индивидуальное формирует коллективное. И как только вы теряете индивидуальное, вы тут же становитесь врагом, и вы никого и ничего не формируете. Вы начинаете быть служителем, обслуживающим персоналом. И тогда о каком лидерстве идет речь, о каком бизнесе идет речь, о каком экономическом росте страны, государства и так далее идет речь и так далее. То есть на лицо идут подмены, которые сегодня существуют даже при обучении в бизнес-школах и так далее. Но пока вы находитесь в этой среде, вы этого не видите. И для вас слова бизнесменов громкие, слова религиозных деятелей, слова лидеров, мнений, для вас имеют большое значение, и вы авторитета выносите на них. И вы даже не задумываетесь. И не задумываетесь. А чтобы задуматься, надо развернуть наоборот. И тогда видишь все это по-другому. А это очень хорошо помогает делать вот такие поездки, общение с другими людьми. Обо всем этом мы сегодня будем говорить на стриме. Инфодайингу. Три года инфодайинг формирует свою собственную личность. И после трех лет будет выходить на путь уже развития, распространения, расширения. А уже на эту тему у нас тоже есть приятные новости. Наконец-то наша технологическая часть, технологическая часть нашей компании нашла решение. Согласно которым после апгрейда январского уже платформа будет сама помогать вам вести стримы, работать и так далее. И появятся новые разделы, включая спорт. То есть эта платформа выходит уже на международный уровень сабришин для того, чтобы оказывать услуги в хранении видео, в ведении семинаров, тренингов по разным тематикам. Инфодайинг будет всего лишь одной из тематик. Платформа будет работать и на психологию, и на экстрасенсорику, и на спортивные направления и так далее. Направления будут добавляться. То есть эта платформа, она очень удобна при пользовании для того, чтобы вести обучающие курсы, программы, тренинги и так далее с сохранением видео. Что важно. С сохранением видео. Именно это важно. Для того, чтобы человек не боялся потерять видео, а он будет иметь это в кабинете. И, соответственно, если вы продвигаетесь по обучению, у вас набраны какие-то курсы, у вас будут сразу загораться предложения стать учеником, стать стажером. Стать это, если вы идете по инфодайнгу. Точно так же может тренер задать у себя в разделе психология, точно так же в разделе экстрасенсорика и так далее. Кстати, и астрономия, и астрология, и нумерология. Мы просто не могли найти одно техническое решение, оно было крайне дорогостоящим. У нас был выбор писать его самим, либо на это написание вложить хренову тучу денег, это много нулей, либо искать компромиссные варианты. Мы сконцентрировали внимание и практически почти год мы немножко задержали написание платформы, но на сегодняшний день техническое решение найдено и мы прорывом идем дальше. Выходим на следующий уровень и вы увидите, что Сабришин будет дальше обновляться. Смотрите, Сабришин большой IT-проект, а растет вот просто как зернышко посаженное в землю и растет полностью на нашем фричировании без привлечения американцев. Причем самостоятельно, это как природная сила. Вот она, пожалуйста, сила родника, да? Природная сила. То, что надо для того, кто хочет. Не искусственно. А кто хочет, в дальнейшем сможет этим делом пользоваться точно так же, как мы. А мы, пользуясь своей же собственной платформой, корректируем, помогаем и говорим, что надо дописывать, что надо доработать, что удобно, что неудобно, какой софт, какие гаджеты. Все вот это мы даем обратную связь регулярно. И поэтому все это потихоньку пишется, обновляется, модернизируется. И вот в возвращении Зандибара мы получаем новость, что техническое решение найдено. И я выдохнула, потому что, в принципе, у меня висел вот этот домуковый меч. Я понимала, что либо пройдет время и придется вложить большую сумму денег в покупку этого решения, либо мы его найдем сами. И так мы его нашли сами. У нас гениальные ребята, гениальные программисты, гениальная команда. И что еще у нас из новостей на этой неделе? Мы опять записывали обучающее видео, мы немножко прошлись по откатам, что такое откат у ребенка, как это соединено в психике, с ленью и ложью. И вы знаете, вот на сегодняшний день, когда мы работаем с ложью, плотно и разворачиваем ее. Почему? Потому что мы готовим программу, она уже анонсирована, она будет со вторника. Это курс «Меня оболгали, я оболгал». По сути дела, это курс «Ложь», но курс с одноименным названием у нас уже встречался на более простом уровне. То есть был более легкий вариант подачи этого материала, более поверхностный. Сейчас же это под злостью, под подавлениями, под выделениями сознания на игру, на болезни и так далее. То есть это действительно разворачивание игр, и это действительно разворачивание в осознании закона парадокса. Вот эту программу мы готовим сейчас, и она стартует со вторника. Вторник, среда, четверг, это 21, 22, 23 декабря она пройдет. Кстати, это период перехода, когда говорят, что идет коридор перехода в новую реальность. И не просто так, с ложью туда не войдешь, когда ты эти вещи не осознаешь, не войдешь. Ты останешься на старой платформе, в старой жизни, мечтай о чем хочешь. Вот, поэтому вот все, что касается проработки лжи и всего остального, мы сейчас активно работаем над этой темой, готовим программу обучающую. И мы видим, сколько лжи поднимается и в чате у мам. Мы видим, сколько лжи поднимается просто в отражении, в осознании. Есть моменты, где человек все равно ждет правильно и неправильно, где человек все равно кивает на физическое тело, на его потребности. Ждет извне, вот как подтверждение. Подтверждение. И мы все время задавались вопросом, по парадоксу должно быть запустил, отразил, сложил. А здесь получается запустил, отразил, сложил, автоматически отразил, 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 сложил. И получается вот эта работа закона парадокса. Так что же там, там, что же в реальности, что в подсознании происходит, почему такая сложная система переотражений идет для того, чтобы достигнуть одного результата. А вот эти все вещи, потому что идет четверное по парадоксу, парадокс парадокса, четыре переотражения, минимальное количество переотражений для материализации. И мы, когда вот эти вещи уже осознаем, осознаем глубину, мы хотим этому научить людей. Сегодня у нас будет предподготовка там, где мы уже управляем состояниями. И в одном погружении мы людей будем вести как игра на органе, так и игра на собственном теле с состояниями. Это будет сегодня у нас. Вот это погружение называется «Моя собственная игра». А завтра мы переходим к сложной теме ложь, потому что именно вот эту мелодию задает ложь, именно это переотражение. Да, да, да. И для многих слово «ложь» оно звучит как нечто плохое. Нет, это просто искажение. Искажение, благодаря которому есть жизнь. Благодаря которому есть жизнь. Ну просто искажение можно ведь менять, правильно? И когда ты осознаешь и так, то есть поэтому меняется и жизнь. Вот это об этом. Благодаря которому есть в принципе игра, потому что жизнь, она сама по себе есть. Вот эта теплая энергия, она есть. Но она была бы статична, она была бы неинтересна, она была бы скучна. А благодаря вот этим искажениям и возникают блики, игра солнечных зайчиков. И вот оказывается, что в лжи тоже есть свои плюсы, да? А мы же ее осуждаем, мы же ее не принимаем, это же порог. Вот со всем этим, господа, мы будем разбираться. Вторник, среда, четверг. Ну мы подробнее немножко о курсе расскажем тоже. А как оказывается, да, все во благо. Все во благо. Да нету ничего того, что можно было бы судить, от чего можно было бы отказаться. Мало того, нет ничего, кроме нас. Ну то есть вот нет ничего другого, только есть я и все. Вот это тоже об этом. Да, все. Все во благо. И лень моя, и ложь моя, и правда моя, и истина моя, и искренность моя, и все мое. И все мое. Вопрос, как я играть с этим буду? Какую мелодию я создам в своем теле? Насколько я умею управлять этими нотами? Вот оно. Ученик я или неуч, или мастер. Будет это гармония, симфония, либо это будет резать слух хаос. Это выбор человека. Мы показываем, вот на сегодняшний день, и проводим человека туда, и показываем то, что мы умеем. И из того, что еще я бы хотела сегодня задержаться, на чем обратить внимание, на что? Это на программу, которая называется «Деньги из глубины». Она стоит у нас на начало января, 4 января. Она предполагает, так как это курс с допуском, и он из глубины. Она предполагает участие максимальное количество 20 человек. То есть дальше программа будет закрыта. Потому что на этом курсе предполагается индивидуальная работа с людьми тоже. И для тех, кто планирует участвовать в этой программе, я бы все-таки обратила на нее внимание. Там уже набрана часть группы. Пожалуйста, добирайтесь до 20 человек, мы закроем. Мы хотим закрыть ее еще в этом году. Чтобы она уже шла полностью сформированной в этом году. Это связано с системой налогообложения. В Беларуси будет меняться система налогообложения. Это единственный курс, который у нас стоит на следующий год. А новое мы уже поставим, и будет возможность оплаты только со следующего года. Потому что будет меняться система. Если она меняется, мы хотим, чтобы в нашей бухгалтерии было четко все закрыто. Чтобы в этом году было уже. Чтобы не было переносов. Чтобы все мы закрыли. Поэтому имейте в виду, что курс «Деньги из глубины» будет закрыт к оплате где-то числа с 30 декабря. Потому что эта программа анонсирована в этом году. Ну вот как-то, наверное, мы все и рассказали. Немножко новостей по книгам у нас. По книгам у нашей книга «Инфодайвинг. Глубина» ушла в верстку. Она уже вышла из коррекции. Она ушла в верстку. И где-то в середине января она выйдет из верстки в издательство. А книга Александра Зайцева по чату «Мам» пока не печатается. В силу того, что издательство перегружено. Оно еще до конца не выполнило наш заказ. Оно работает на нас только. Оно только на нас и работает. Оно до конца не выполнило наши последние заказы. Мы просто еще доплатили и заказали перед отъездом на Зандибар. И пока мы не получили выполненную работу. И поэтому пока мы ждем. Книга стоит в очереди уже. И я даже задумалась. Возможно, имеет смысл ее издать в России. Вот как-то не можем мы все решить в Беларуси. В общем, мы будем искать варианты. Да, мы будем искать варианты, как издать книгу Александра Зайцева. Потому что получается, что уже наши тиражи были. Казалось бы, небольшие тиражи. Мы издавали по 500 книг. Так как первые книги, они коллекционные. Они уже подходят к концу. Их уже надо перезаказывать. А если их перезаказывать, то издательство и так не справляется. И у нас вот сейчас есть вопросы. Поэтому с книгами у нас так. Но глубина уже ушла в верстку. И она будет издана. Книгу «Инфодайм. Знание» уже есть. Вот, кстати, да. Она яркая, красивая такая. Мне нравится она очень. Она интересная. Она очень интересная. Вы знаете, я очень благодарна вообще людям, издательству. Всем тем, кто работал над этой книгой. Чтобы она вышла такой красивой, яркой. С картинками совсем. Дело в том, что я очень боялась, что ее вообще не напечатают. Если вникнуть в суть, что здесь написано. То надо понимать, что эта книга переворачивает сознание человека. Она разворачивает его на 180 градусов, просто носом всовывает в себя и показывает, где безумие, а где истина. И против нее не попрешь. Здесь абсолютно все логично расписано. Потому что здесь плавный подход. И, кстати, в начале этой книги я не просто так выражаю благодарность. Мир за Каримус. Здесь даже есть портрет наш совместный. Мир за Каримусу на Кулычу Норбекову и с Суфием. Потому что когда-то именно от Суфиев я узнала о снятии сорока валий, когда ты будешь идти внутрь себя. И вот эти сорока валий, они нигде не описаны. Мы с Ириной, когда проходили этот путь, мы вуаль за вуалью снимали и описывали. Шаг за шагом все описано в книгах. И в книге «Инфодайинг» знания просто подводятся уже итог, когда мы подошли к точке. И в глубине мы просто еще распотрошим глубже эти моменты. То есть по сути дела сорок валий, описанные Суфием, которые всегда были тайными знаниями, которые всегда относились к чему-то сумасшедшему, недостижимому и так далее. Передавались в притчах, додумаешься, не додумаешься. Здесь просто шаг за шагом подняты и открыты. И благодаря вот этой постепенности, поступенности в книге «Инфодайинг знания» те выводы, которые делаются, они абсолютно логичны. Потому что если их вырвать из контекста и взять только их, то ты прочтешь и скажешь, что за чушь такая написана. А если ты начал сначала, то ты понимаешь, вон там чушь, люди, что вы творите. Что вы творите, это безумие. Книга «Инфодайинг знания» переворачивает сознание на самом деле. Возвращает, я даже сказала, сознание домой. Возвращается сознание домой. Человек возвращается. Знаете, мозг прилив в голову. Точно. То есть вот это тот момент, когда человек раз и перевернулся, да, и мозг занял свое место. Перетек. Потому что очень многие вещи человек все-таки делает не через голову. Ну и на этой вот веселой ноте мы, наверное, закончим сегодня наш подкаст. У нас скоро появится новая форма еще подкаста. Я думаю, чуть-чуть-чуть-чуть погодите. И это будут короткие сюжеты на конкретные темы для того, чтобы легче было понимать все-таки суть инфодайинга. О чем же инфодайинг, куда же все-таки человек идет, на что обращать внимание и так далее. И замечу, меня сейчас очень радует, очень сильно общество стало просыпаться. Очень много людей, которые эти инфодайинга, пускай они их выдают за свои, пускай они это говорят как норму, но они это осознали. Они к этому пришли, и они пришли в это единое я, и это единое я через них уже начало транслировать все то, о чем говорим. Они услышали. Они услышали, они услышали себя, и все больше людей просыпаются. И это счастье. Это счастье, потому что век тьмы и век безумия заканчивается. Приходит золотой век. И начнется он здесь, в Белоруссии. Итак, друзья, до встречи вечером в 18 часов на нашем стриме. До свидания. До свидания. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok